ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Валера! Пробей мне человечка. Профессор Герр Штейн. А? Не в Москве сейчас? И что, наш профессор приглашен на совещание? Так бы сразу и сказал. Все, выезжаю, бестолочь. Ситуация-ка не опасна. Несколько месяцев назад ход времени года замедлился. А потом и вовсе остановился. Мы словно зависты в бабьем лете. И речь не идет о просто температурных рекордах. В Москве в декабре засвели тополя. Минута, минута. А? Вы куда? Туда. Поставьте портфель. Вы кто? Герр Штейн. Анатолий Гер Штейн? Да, да, да. Академик Анатолий Гер Штейн. Поставьте сюда. Открыть? Ну, конечно. Пожалуйста. Это что такое? Это, это решение всех проблем. Амулет индейцев майя. Разве не Александр Македонск? Молодой человек. Этот амулет старше человечества. И поэтому за свою историю сменил тысячи, тысячи очень известных владельцев. И вы знаете, где он теперь? Знаю. Теперь знаю. Поэтому мы считаем, что стоит всерьез озаботиться о построении ядерного движения... Господин президент, там прибыл один ученый, который утверждает, что он знает о том, что происходит. А что такого страшного происходит? Живем, как на Канарах? Нет, господин президент. Причина всего этого – замедление движения Земли вокруг Солнца, что грозит нам сходом с орбиты. Ну, хорошо, хорошо. Зовите вашего всезнайку. А вы продолжайте, продолжайте. Запускайте. Необходимо создать еще одну госкорпорацию. Естественно, она потребует изрядного финансирования. Давайте послушаем ученого. А то у вас, у военных, все разговоры сводятся к деньгам. Простите, господин президент, господа военные, уважаемые дамы и господа. Очень знаменательно то, что мы собрались в нужное время, в нужном месте. Потому что именно сегодня, здесь, в Москве, я не побоюсь этого слова, решается судьба всего человечества. Понимаете, более 30 лет я занимаюсь древними цивилизациями в периоды природных катастроф и, так сказать, катаклизмов. Да, так вот, не все цивилизации пережили эти катаклизмы, но уцелевшие постоянно упоминают о неком артефакте. Амулетин, носитель которого спасает весь мир. Упоминания об этом есть и у древних шумеров, и у индусов, и древних греков, и у идеев, и, вы не поверите, даже у индейцев майя. Каких майя? Индейцев. Вы из какой науки будете? Я историк, член-корреспондент многих академий, но дело-то не во мне, дело в этом артефакте. Дамы и господа, прошу любить и жаловать амулет индейцев майя. Мне кажется, пора прекратить этот фарс. Так мы с вами докатимся до идолопоклоннического. Спасибо, профессор. Но вы свободны. Понимаю. Честь имею, дамы и господа. Благодарю вас за внимание. Давайте посмотрим на вещи прагматические. Наши крестьяне собирают второй урожай. Себестоимость добычи… Господин профессор. Господин профессор. Что, президент передумал? О, президенты. Они приходят и уходят, а мы остаемся. И нам нужно думать о безопасности. Поэтому нам крайне интересна ваша версия. Да? Позвольте, я вас подвезу. А как этот амулет может спасти мир? Технически это… Кхе-кхе-кхе-кхе… Простите, мне неизвестно. Но то, что для завершения этого и начала следующего цикла он абсолютно необходим – это точно. Понимаете, об этом говорится во всех дошедших до нас до библейских текстах. Абсолютно во всех. И что он действительно такой древний? Древний? Молодой человек. Древний – это не то слово. И сколько же он может стоить? Вообще-то амулет бесценен, но, к счастью, люди этого не знают. Четвертый раз он был проданаться аукциона в Афинах. Одному старику – антихвару. Вы будете смеяться за какие-то жалкие 70 тысяч драк. Это 6,5-7 тысяч долларов. Скажите, если люди бы знали его возраст, как бы возросла его цена? А… простите, я, как кажется, не назвал вам свой адрес. Я знаю адрес. Но ведь мы едем не ко мне? Нет. Я, в самом деле, не понимаю. Вы не Рэби, мы не всенагоги. Почему я должен исповедоваться и кому-то что-то объяснять вообще-то? Сядь! Валера, день на дворе. Валера! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что это? Что знаешь, скажешь. Ну, а что не знаешь? Придумаешь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Уровень воды в Нью-Йорке стремительно растет. Манхэттен практически затоплен. В район бедствия прибыл президент США Парак Обама. А вот кадры, запечатленные очевидцами событий в Японии. Как вы видите, вода неотвратимо наступает на материк, ежедневно покрывая четверть процента площади страны. На этом фоне в Европарламенте прошли слушания на тему надвигающейся всемирной катастрофы. Они включали в себя забой животных или кровопускание членам общины в ходе ритуалов, проводимых под руководством священников. Жертвоприношение – особенность почти всех до современных обществ на определенной стадии их развития. И вообще говоря, по схожей причине – чтобы умилостивить богов и выполнить обязательства, ощущаемые по отношению к ним. Жертвоприношения животных и кровопускания были общей чертой многих праздников майя. Эти ритуалы проводились регулярно. Человеческие жертвоприношения были гораздо менее распространенным явлением и были привязаны к таким событиям, как немилость фортуны и война. Такая практика была также далека от практики, принятой в близлежащих обществах ацтеков. Майя приносили в жертву своих пленных. Пленники были в основном из находящихся рядом племен. Богам подносилось сердце жертвы путем сжигания на священном огне. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Да? Здрасьте, дядя Станова. Позавтракать? Ну ладно, сейчас приду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потом я бью его рукой прямо в сердце, и он на повал. Ну ладно, потом договорим. Дела. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если ты уедешь, кто мне сейчас много принесет? Я же только на три дня. Туда и обратно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Похож. Ты бы все-таки привез меня, осьминога, вечером, после того, как сделаешь все свои дела. Да. А у меня есть для тебя подарок. Я его положу в почтовый ящик. Да обязательно забери его с собой. А добытью положи рядом в пакете. Позвони в звонок и уезжай. Ты сука. Я тебя буду сказать, с кем ты будешь, с кем нет. Да он извращенец. Он обдевочек пачки и душит. Это самый хороший клиент и мой. Э! Ну он сам с ним и трахается. Ты что творишь? Ты что хочешь? Что? Как это по и делам? Я тебя найду. Я тебя найду. Я тебя найду. Зря ты, наверное, вмешался. Виктор Апасин. У него башки вообще нет. Да мне пофиг. Я сегодня улетаю ночью. Может, даже уже не вернусь. Да и в любом случае. Странно ты свой последний день проводишь. А как надо? Ну, не знаю. Я бы вечеринку устроила. Друзей позвала. Вот как раз сегодня один мой друг устраивает вечеринку. Просил меня осьминога ему привезти. Вечеринку по поводу твоего отъезда? Нет, своего. Ну, а что же он сам не поймал? Старый. Очень-очень старый. Остави машину! В чем дело? Там котенка раздавили. Да он же мертвый. Через час его размажут по асфальту, как масло по бутерброду. Мы должны его похоронить. Есть лопата! Здесь. Ты такой хороший, что мне даже стыдно, какая я. С чего ты взяла? Ты же меня совсем не знаешь. Ну, да. Ты вообще-то меня спас. Хотя, наверное, будет даже хуже. А еще ты ловишь осьминога для старика. Хотя должен был бы собирать вещи. А ты хоронишь котят. Ну что, герой, зайдешь за наградой? Выпьем по стаканчику. Ну, а если только по стаканчику. Ну, а чего едешь тогда? На сына посмотреть. Просто посмотреть? Ну, да. Там посмотрим. Я тебе дам телефон одного московского индейца. Он ко мне каждый день ходил. Все вопросы решает. Так что, если будет тяжко, звони. Скажешь, что от Наташи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты кто? Это неважно. Важно, зачем я здесь. Ну, уж точно не из-за вина, которая здесь, наверное, прекрасна. Дожди меня, я скоро. Не похожи вы на столетнюю человека. Это пока. Значит, амулет действительно работает. Какой еще амулет? Тот самый, который вы купили пятьдесят лет назад на аукционе в Афинах, после чего закрыли свою лавку и начали вести уединенный образ жизни. Это кто? Понятия не имею. Где-то я уже видел этого парня. Поехали. К вам кто-то должен был прийти? Я задал вопрос. Эй, что с вами? Эй! Умер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт! Чёрт! Ну, давай, брат. Вернусь через три дня. Я ищу Одиссея. Поговорим? Разрешите вас пригласить? Сори. На личный досмотр. Ставьте сумку на стол и открывайте. Это чё за хрень, Петров? Какая-то, походу, про кота, товарищ командир. Ну, а чё ты сидишь-то? А ну-ка, мигом дуй за понятыми. Я кожи чувствовал, что ты что-то везёшь. Не, ну, видала. А это что за хрень? Подарок моей невесте от семьи. Традиция такая. Ты чё творишь? Молна! Вали отсюда! Вы что, хотите им все деньги отдать? Сори. А, не говоришь по-русски? Они не имеют моря. Они, эм... Они... Эм... Они езжали в Москве минимум 500 долларов. Но я убил моего друга здесь, и я вернусь. Если хочешь. Пойдёмте мне. Какая же? О, около 30 евро. Хорошо, давайте. Пожалуйста. О. Как ты летал? Я вижу, что у вас маленький пакет. Это потому что обеспечивает? Да. Они проверили меня в любом случае. Что они хотели? Они не объяснили. Они просто... У меня есть большой пищи, я думаю. Что это пищи? Он остановился, и его протесты full of the herring. Серьезно? Да. Нет, не в порядке. Задержали его. Да точно, точно. Я свидетеля нашел. Когда у нас следующий рейс? Послезавтра? Нужно поменять схему. Сейчас подъеду, поговорим. Ой. Uh, what's your address? Yes. Давай из-за той машины! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Дожди здесь. Послезавтра прибудет в пять раз больше. Рискуем. Но придется нам все-таки покупать этого жирного минда. Добро. Причу этот вопрос. ПОДПИШИСЬ! 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 Привет. Красавец. Я жутко соскучилась. Иди ко мне. Котырь. Тихо, тихо, тихо. Просто красавица. Я пас. Вставай, Миккис. Зачем? Шизлок я отнесу. Да пусть на песок ляжет. Будет мужчина, и возьмешь и стопки. Оставь, слушай. Не исправи. Располагайся, пожалуйста. Спасибо. Я уже была готова постелить полотенце прямо на песок. Ну что? Такая красавица должна на троне восседать. Благодарю. Не хотите сфотографироваться? Честно говоря, нет. Я вообще-то вышла позагорать. Сейчас очень хорошее солнце. Я могу вам сделать прекрасную фотосессию. Совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно? Мне казалось, что это ваша работа. И за работу принято просить деньги. Вы знаете, когда я выбирал эту профессию, я думал о том, что когда-нибудь на этот пляж спустится сама Афродита, и, может быть, даже согласится для меня позировать. Кстати, меня зовут Марина. Одиссей. Одиссей. Давай сходим в узуки. А что это такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь очень хорошо. Но завтра за мной приедет автобус и везет меня в аэропорт. Слушай, а может, возьмем один кувшинчик, пойдем ко мне в номер? Ты не думал переехать в Москву? Т.А. Что здесь надо делать? Жить, работать. Кем же я буду здесь работать? Делать пляжные снимки на набережной Москвы-реки? Тебе вообще необязательно работать. Я достаточно зарабатываю. А ребенку нужен отец. Ты мог бы заняться воспитанием. Хочешь взять меня на содержание? Не кури, пожалуйста. В доме ребенок. Марин, я вообще мало что могу дать нашему ребенку. Мне кроме этих джинсов и пары футболок ничего нет. У меня все есть. У меня нет. Ты куда? Я уезжаю, Марин. Домой. Ну, у тебя же билет только на завтра. Я вчера поменял его в аэропорту. Надо мне. Понимаю. Надо так надо. А зачем тебе завтрашние рейсы с душа МБ в Москву? Да так. Проверял кое-какую информацию. Ты нас бросаешь. Марин. Мы с тобой вчера все обсудили. Так будет лучше. Для нас всех. С telesных часов. О,edyка. Тянь. Ты чего? Тянь. Ты чего? Тянь. Тянь. Ты чего? Ты чего? Я знаю. Тянь. Тянь. Чего? Дуиди, можно? Дуиди, слушаю. Здравствуйте, меня зовут Одиссей, я от Наташи. Наташи? Какой Наташи? Которая в Греции. А, этой Наташи. И в чём вопрос? Дело есть. Храм Христа Спасителя знаешь где? Так вот, за ним офис со львами. Найдёшь? Найду. Тогда заходи. Вы услышите о ближних и дальних войнах. Но это ещё не всё. И начнутся войны большие и малые. Но это ещё не всё. Начнётся голод и землетрясение. И народы одни восстанут против других народов. А кто уверует в меня, тот спасётся. И слишком много зла. Много зла. От этого ушла любовь. И всё начнётся, когда нечисть зайдёт на Омбон и начнёт свою нечистую проводить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Дай ему лимонный сок. Ты зачем пожаловал, Одиссей? Люди мне нужны. Индеец. Ни хера себе. Ладно, понял. Ну, раз так все просто, людей я тебе не дам. А товар возьму, но с одним условием. Ты исчезнешь из Москвы и больше здесь не появишься. Никто не должен знать, что мы с тобой знакомы. Тебя ведь здесь ничто не держит. Уже нет. Тогда до завтра. До завтра. Тебе есть где ночевать? А я не планировал спать. Схожу, проветрюсь. Что за Игорь и ты затеял? Он гастролер. Это то, что нам нужно. Его никто не будет искать. Так надо было его закрыть до завтрашнего дня. А если он не вернется, о чем ты думаешь в этот момент? Ты здесь недавно многого не понимаешь. А потом. Это со мной разговаривают в духе предков. Священный кинжал у тебя. Да. Это верно. Но домогав мне принадлежит. Для нашей миссии нам надо много золота. Собой все не унесешь. А я никуда не собираюсь. Что-нибудь выбрали уже? Водку. Водку с томатным соком. Спасибо. Можно убрать? Да, пожалуйста. Может быть, десерт? Нет, спасибо. Разрешите. Пожалуйста. Давно в Москве? Вчера прилетел. Ну и как? Мне нравится. Город очень большой, чистый, девушки красивые. Только вот все очень дорого. Да, это верно. Все очень дорого. Выпьешь? Я угощаю. Водку с томатным соком. О! Оказывается, знаешь, долг не только в девушках, но и в напитках. Да, я разборчивый. Предлагаю прокатиться, девчонки, во! Ты же выпил. Выпил, не выпил. Кого это здесь волнует? Прямо как в Греции. Чего это за музей? Это, брат, целая эпоха. Про поколение победителей слышал? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. Что, будем пить? Водку с томатным соком. И мне. Эй, у тебя часом папа не стеклодув. Кстати, познакомься. Сынок мой. Валерой зовут. Ага. Вылитый. Ну да. Но вы тут познакомьтесь, пообщайтесь, а я пойду с барменом поздороваюсь. Вы друг другу по возрасту подходите. Ваш выход, девочки. Одиссей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Я Лика. Это Жанна. Может, вытянут? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит так, здесь всего две приват-кабинки. Красная и зеленая. Мы с Жанной пойдем в зеленую. Не перепутайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выведи мне красную комнату на главный монитор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай твой выход. Обыщи его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капитан, он очнулся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что тебе надо-то? Я ее пальцем не трогал. Да забудь про нее. Да тем более, что мы уже стерли все записи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не было тебя в клубе. Тогда я вообще не понимаю. Поясню. Ну, где-то год назад на Кавказе в одной местной газете я прочитал интересную легенду. Согласно ей, Пифе, предрекший Александру небывалое величие и поддержавший его в походе на Персию, после того, как он разрубил Гордий Фузин, отпустил его не с пустыми руками. Она повесила на шею Александру божественный амулет, который обещал защиту от всех невзгод и помощь в любых начинаниях. Однако, как мы помним, он вскоре загнулся. Ну, этому в легенде есть пояснение. Один мальчик, приближенный к Александру, ну, выкрал амулет и скрылся в неизвестном направлении. Одиссей. Ты понимаешь, к чему я веду, Одиссей? Понятия не имею. Тогда я продолжу. Где-то с неделю назад я вышел на след этой вещицы. Она оказалась в одного старого антиквара. Царствие ему небесное. Я тут ни при чем. Он сам. Знаю, он собирался. А-а-а. Ну, так вот, я не нашел у него амулет. Ты не знаешь, почему? Та же в голову не приходит. Потому что он у тебя, Одиссей. С чего ты это взял? Нет его у меня. Он у тебя. Я разговаривал с капитаном, который досматривал тебя в аэропорту. Мой дед был турком. Каждые две недели он брил меня наголо, пока был жив. Потом брал камень. Ну, как тот камень, которым нож точит. Веселок. Точно. И этим камнем долго и больно водил по моей голове, приговаривая, пусть твой ум будет острым, как нож, а голова крепкой, как камень. И вот однажды к нам пришел сосед. Стал спорить о чем-то с дедом. Дед ему говорит, послушай, Григориус, не с тем связываешься. Вон тот малыш сейчас мигом отправит тебя к праотцам. Когда я это услышал, я из дальнего конца комнаты добежал до них по лавкам, и, как баран, врезался головой ему в живот. Его еле откачали. И он больше к нам не приходил. Ну, и к чему эта занимательная притча? А это к тому, что своего я не отдам. Нет у меня традиции такой. Даже если я тебе вот этой тростью разобью твою хваленую голову, как орех. Даже если и так. Но мы можем поступить по-другому. Мы можем договориться. Сядь. Мне как раз нужны такие ребята, как вы. Для одного деликатного дела. Дело? Ну и что за дело? Порошок. На пару миллионов. А потом отдам ему лет. Пошли. О, теперь все в порядке. ПО-КОЛИЦе. 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 ВЫСТРЕЛЫ ПО-КОЛИЦе. ПО-КОЛИЦе. Смотри, не обманул камни головой? Ты что, страх потерял? Знаешь, под кем я хожу? ПО-КОЛИЦе. Не знаю. Валера, звони менту. Зачем менту? Бог велел делиться. Ну, давай, лейтенант, рассказывай. Что здесь тряслось? Может, выйдем, поговорим? Пока твои тут управятся. А эти кто такие? Эти? Бойцы мои. А вот это свидетель. Ну-ка, пристань. Эй, ты че? А? А-а-а-а! Саш, вы когда тут все закончите, трупы забирайте и поезжайте. А вещдоки я сам привезу. Понял. Понял. Теперь рассказывай. Короче, так, майор. Пять килограмм товара накрыли, предлагаю поделить. Как? По-братски. Один килограмм для отчетности сдашь, один себе, остальное мне. А круто твой, капитан, стреляет. Три выстрела и все на повал. Ага. Мне два. Там у вас в конторе какой-то шустро появился. Все каналы перекрыл. Мои барыги вторую неделю на сухом пайке. Предатель. Вообще стране не думает. А вот захватят рынок какие-нибудь цыгане. Или америкосы. Ну, два так два. В итоге тебе все это пойдут разгребать. В меня вон три раза стреляли. Все в упор, а я живой остался. Да ладно? Да. Вон только дырка на голове осталась, видишь? И где это? Ага. Ага. Здравствуйте. Только в этом месяце у каждого есть уникальный шанс спастись, купив наш полностью безопасный бункер. Всего за пять миллионов рублей вы получите неограниченный запас еды и фильмотеку на шестьсот пятьдесят часов. Также вы получите живую новогоднюю жизнь. А вам бункер не нужен? Что? Бункер не нужен вам? Еще рано. А когда будет пора, пусть меня сожгут, а пепел развеет. Послушайте, мне не нужен ваш… Лейтенант ФСБ Григорий Распутин. Можно я войду? Что-то случилось? Лейтенант ФСБ Григорий Распутин. Я ищу Одиссея. Зачем? Послушайте, вы не надо это трогать. Вы знаете, где он? Мальчик, у меня для него подарок. Мальчик, у меня для него подарок. Одисей не ночевал дома. Послушайте, я, правда, не знаю, где он. И знать не хочу. Всюн объявится. Звоните мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Как все прошло? Без проблем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Можешь идти. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот твои деньги. Что-нибудь будешь пить? Все равно что-нибудь покрепче. Как скажешь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Зайди. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Приготовь его. У нас очень мало времени. Скоро полночи. Дуиди консалтинг. Вау. А теперь по-русски. Кнопка. Кнопку? А, кнопку. Подполковник Грум Иван Сухов. Можно я войду? Мы ментам, врачи, с ними разговаривай. Хочешь, наберу номер. Набери, набери. Тихо, тихо, тихо. И летели, Настя, самурали. Аппарат оппонента не включен. Или находится внизу. Мнем дошел. Аппарат оппонента не включен. Учень. Аппарат оппонента не включенные. Учень. 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 Аппарат оппонента не включен. Я вверху два. Учень. Учень. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...